Приветствую вас. Существует такое явление, оно объективно существует, это доказанный и относительно изыщенный факт, как антрофоб. Антрофобия это страх-рак, такой там навязчивый, серьезный, то есть у нас, конечно, понятно, что какие-то люди боятся этого заболевания и не только этого заболевания, вообще любые заболевания, люди боятся, у нас есть такие, но это, знаете, вот это прям достаточно такая серьезная история, в конце концов, по-моему, так это называется, я не буду, наверное, как-то вот утверждать наверняка, да, но вот мне помнится такое, значит, ну, такое, такое, такая формулировка мне помнится, вот. И люди, у которых есть антрофобия, они напомнят, серьезно, значит, боятся, боятся, значит, болезнь, на полном серьезе боятся, так, рак. Знаете, такая штука. Вот. И я бы сказал, что это отдельный симптом, это отдельный симптом, и работать с ними тоже нужно отдельно. Да. То есть, в каком-то смысле, да, в смысле, что не уговаривать вашу маму нужно, там, там, ехать, ехать в больницу, там, или, там, вот, идти в больницу какое-то делать, да. А нужно именно, натурально, вот, нужно обратиться вашей маме к психологу и поработать над тем, потому что она так боится, вот, условно говоря, рак. Что лежит на основе страха. Опять же, я не буду утверждать наверняка, вот, потому что, ну, мне кажется, что это неправильно. Но, многие люди испытывают страх только потому, что они хотят внимания, хотят внимания, хотят какой-то вот любви к себе, хотят, чтобы их уговаривали. Конечно, это вот такая история, не всегда она хорошая, не всегда она, ну, такая вот, условно, да, не всегда она качественная. Вот, но, тем не менее. И, соответственно, я не думаю, что, от этого можно, просто, просто так вот взять и обмануться. Вот. То есть, я не думаю, что, так можно делать, я не думаю, что, так, ну, нужно делать и так далее. Вот. Вот. Поэтому, ваша мама нуждается в помощи специалиста. Вот. Ваша мама нуждается в помощи психолога, который бы ей помог бы разобраться в том, что происходит. И в том, для чего ей, к примеру, ну, нужно, ее вот это вот, ээээ, бали, который она о себе, может быть, сама выдумала, может быть, не выдумала, эээ, неважно. Знаете, какая-то штука, то есть тут вот в этом смысле, да, в этом смысле здесь все достаточно просто, но вопрос опять же в том, а захочет ли ваша мама так работать, знаете. Вот вы, то что вы сейчас делаете, да, это вы ее спасаете, вот вы сейчас, да, вы пытаетесь ее спасти, вы пытаетесь ее направить на путь истинный, как бы. Ну, я по опыту могу сказать, что ничего хорошего из этого не получится, потому что ваша мама человек взрослый, если она чего-то не хочет, да, то она, наверное, делать этого не будет. То есть, как бы, надеяться, надеяться на то, что вот она внезапно, да, вас послушает, ну, мне кажется, это очень наивно и совершенно оторванный отряда, к сожалению. К сожалению. Вот. Так мне это представляется. Ну, такая, ну, так мне это видится. По крайней мере. Я думаю, что вам нужно именно вот в этом направлении смотреть. Вот. Вот. Что мне кажется, что вам нужно в этом направлении мыслить, вам нужно в этом направлении изучать. Вот. А что мама вот моя, допустим, там, к примеру, да, с чего она боится? Моя мама. А почему она, там, так себя ведёт? Опять же, допустим. Вот. И так далее. Да. То есть, это вот такие вот вещи, да, которые, ну, на мой взгляд, очень важны. Вот. И, преследовав, да, преследовал их, вот, ну, уже можно будет, уже можно будет что-то вам порекомендовать. Вот. В этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Не уговаривать, не на что свою маму. Этого делать категорически не нужно. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.